Смертельная авария перед Бийском. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом. По словам очевидцев, грузовик тащил авто еще 30 метров после столкновения. От легковушки почти ничего не осталось. Еще одна смертельная авария произошла в Заринском районе. 73-летний водитель на легковом авто выскочил на встречку и столкнулся с Газелью. Водитель Газели госпитализирован, а водитель легкового авто и его пожилой пассажир погибли. Ситуацию усугубляет состояние дорог. Вот, к примеру, трасса Алтай-Кузбасс. Слой снежной корки 5-10 сантиметров, а местами не видно край обочины и разделительную линию, жалуются водители в соцсетях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кошмар какой. Неподалеку от ночного городка автомобилист без прав спровоцировал лобовое столкновение. Оба водителя госпитализированы. Самыми опасными в эти выходные стали трассы Набийск, Заринск, Косихинский район и Гонбинский тракт. Но не обошлось без происшествий и в краевой столице. На улице Цеховая водитель сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали. На проспекте Калинина грузовик врезался в бетонный забор. А на пересечении этой магистрали с улицы Ткацкая легковой автомобиль врезался в столб. Столб наклонился. Позже грузовик, проезжая мимо, зацепил провода и повалил столб окончательно. В краевом ГИБДД уже собрали статистику происшествий. С пятницы по воскресенье включительно произошло 22 дорожных транспортных происшествий, 4 погибло, 26 ранены. Из них, из 22 ДТП, 6 произошло в городе Барнауле, 6 на федеральных автодорогах и 10 ДТП на региональных автодорогах. С материальным ущербом зарегистрировано 141 ДТП. В социальных сетях водители все чаще обращают внимание на опасное состояние трасс нашего края. Речь идет о снеге и гололюде. А тем временем погода не успокаивается. На эту неделю прогнозируют мокрый снег и ветер с порывами до 100 км в час. Хорошо готовьтесь к дальним поездкам и учитывайте погодные условия. Мария Мацай, Андрей Печоркин. День с толком.